МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Гончарова, в эфире Панорама Севера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим новостям. Управление Федеральной службы исполнения наказаний Пархангельской области получило собственное знамя. Знамена территориальных органов исполнения наказаний были учреждены указом президента Российской Федерации в июне 2010 года. Теперь символ доблести и чести защитников Отечества появился и в нашем городе. На сине-красном полотнище вышитые по золотой звезды и эмблемы Федеральной службы исполнения наказаний. Вот он, символ доблести, чести и ответственности перед государством. В соответствии с указом президента Российской Федерации, каждому территориальному управлению будет вручено это знамя. Но хочу сказать, что Архангельское управление попало в тридцатку. Поэтому еще по России многим управлениям не вручены знамена. В 2005 году, когда Федеральная служба исполнения наказаний стала отдельной структурой, возникла необходимость создания ее официальных символов. С 2011-го такие знамена стали передаваться в регионы. К древку полотнище прибивается 11 гвоздями и одной скобой, на которой навеки запечатлевают дату передачи знамени. Безусловно, это моральный стимул. Конечно, для этого все и делается, для того, чтобы стимулировать личный состав, стимулировать коллективы на выполнение задач. Задачи достаточно серьезные и трудные, как и в целом по всей нашей стране. Церемония вручения знамени продолжилась праздничным концертом, на котором выступили профессиональные артисты, а также сотрудники УФСИН и члены их семей. Екатерина Грицыенко, Сергей Минин, Панорама Севера. На площадке молодежного форума «Команда-29» состоялось заседание Координационного совета глав муниципальных образований при губернаторе Архангельской области. На повестке дня вопросы создания условий для молодежи в городе и районах области. Активисты презентовали проекты по преобразованию своего района, лучшие из которых будут выставлены на конкурс, и по его результатам будут выделяться средства на реализацию задуманных мероприятий. Главные условия создания проектов авторы должны не просто представить существующую проблему, а предложить ее возможные решения. Мы скоснулись такой проблемы в своем муниципальном образовании, как незаинтересованность и, в принципе, маленькие знания молодежи о истории своего муниципального образования, поэтому мы хотим эту ситуацию исправить. Мы можем провести мастер-класс по изготовлению каких-то вещей, характерных именно для этого муниципального образования. Также предлагаем проводить квесты по улицам города, названным. В продолжении встречи команда «Образующие игры». Главы муниципальных образований и молодые представители районов учились быть единым коллективом. Эти встречи проходят в так называемом путинском формате. Губернатор, министры и главы муниципальных образований обсуждают проблемы конкретного района, принимая конкретные решения, незамедлительно вынося распоряжения и назначая исполнителей. Примером обсуждения стал Велегодский район. Причина оттока молодежи из этой местности характерна, к сожалению, не только для нее, но и для Архангельской области в целом. Я думаю, что самая главная задача и проблема, она же и задача, это создание новых рабочих мест. Это экономика, потому что уже при наличии сильной экономики есть и бюджет, есть и социалка. Кроме того, молодежь уезжает, чтобы продолжить обучение в городских образовательных учреждениях. Задача власти – способствовать возвращению молодых специалистов на малую родину. Одна из насущных проблем района – строительство начальной школы в селе Ильинско-Подомское. Здание, в котором сейчас располагаются начальные классы, находится в плачевном состоянии. Губернатор области пообещал – вопрос со строительством школы будет решен. Екатерина Грицыенко, Руслан Симушин, Панорама Севера. 7 июля на Руси отмечали один из самых загадочных и мистических праздников – День Ивана Купала. Устраивались народные гуляния с прыжками через костры, плетением венков. Люди верили, все эти действия смогут придать им природные силы и будут защищать на протяжении всего года. А в какие поверья и приметы верят архангелогородцы в наши дни – узнаем из сегодняшнего опроса. Скорее не верю, чем верю. Если только, может быть, какие-то природные приметы, которые, да, там, если птицы низко летают, то дождь скоро будет что-то в этом роде. А так, скорее, не верю. Ну, приметы, конечно, верю. Например, что нельзя до свадьбы надевать свадьбу, не показывать мужу. Потом, что еще? Монетки верю. Ну, как студенты мы, конечно, верим в приметы. Например, пятак в подпятку уложить, да. Халяву приди, да. Ну, а так, конечно, я иногда верю, например, когда дождь идет, и положу пузырьки, тут мне бабушка говорит, что будет дождь затяжной. В принципе, всегда срабатывала. Приметы. Раньше верила, а сейчас они как-то не работают. И поэтому сложно в них стало верить. А можно я привести пример неработающих, так сказать? Ну, вот ласточки летают высоко, дождя не будет, а дождик почти сразу снег. Вот такие вот. Или закат красный, значит, ветер, холодно, а на следующий день солнце. Ну, в старые времена можно было, конечно, верить. Но сейчас, в наш 21 век, верится с трудом. Арктический морской институт имени Воронина отпустил в большое плавание 126 курсантов, судоводителей и судомеханников. По доброй традиции поздравить выпускников мореходной школы пришел мэр Архангельска Виктор Павленко. Вот уже второй год подряд церемония вручения дипломов курсантам Арктического морского института проходит у памятника Николаю Герасимовичу Кузнецову. И это не случайно, ведь знаменитые слова адмирала «принимаю ответственность на себя» возможно прозвучат и из уст этих ребят. Многим из них придется принимать непростые решения, стоя на капитанском мостике или будучи в должности главного механика. Но это все впереди, а пока радость и предвкушение удивительного будущего. Особенность в том, что вы выпускники в год 430-летия города Архангельска. И слава города Архангельска, она пошла от первого порта. Конечно, эту славу создавали моряки, наши деды, прадеды. Здесь мы стоим у памятника знаменитому адмиралу Кузнецову. И славу города Архангельска, конечно, будут продолжать морские традиции и освоение Арктики. То есть вы, будущие капитаны, адмиралы, вам есть честь и славу нашего славного города Архангельска. Особенно этот день и для курсанта Александра Князева. Почти отличник, в его аттестате лишь одна четверка и неоднократный призер майской эстафеты, Александр получил из рук мэра подарочные наручные часы. Планы на будущее у курсанта определены. Из стен мореходки он отправится отдавать свой гражданский долг Отечеству. В понедельник я уже призван служить в вооруженные силы в город Североморск. И вот отправляюсь. Дальше посмотрим. На воде спокойней, особенно когда выходишь на палубу, смотришь, хорошо. А плюс на судах полный контроль, полное расписание, все, живешь по порядку. Кажется, утверждение о том, что женщина на корабле приносит беду, осталось в прошлом. На сегодняшний день профессия моряка престижна и востребована, а потому привлекает как юношей, так и девушек. Шесть девушек выпускаются в этом году, а две уже в море, уже нашли свою работу. В этом году Арктическому морскому институту исполнится 232 года. И теперь его история, как и судьба всей страны, будет создаваться его выпускниками. Икосерина Грициенко, Сергей Минин, Панорама Севера. В Архангельск из Норвегии прибыл шестизвездочный круизный красавец-лайнер Silver Cloud. На борту 280 туристов из США, Великобритании, Франции и Германии. Судно было построено в конце прошлого столетия на итальянской верфи. Именитые норвежские архитекторы трудились над разработкой дизайна корабля и смогли создать элегантный лайнер. Его компактные размеры позволяют посещать самые живописные бухты и привлекательные для туристов географические точки. Но для того, чтобы этот красавец оказался в поморской столице, была проделана огромная работа. Начинается это все за год. И согласовываем программы, согласовываем постановку судна на причал. Естественно, добиваемся всех необходимых разрешений, чтобы все было в порядке с безопасностью. Но углубительные работы каждый год проводятся. По сути, ради одного дня мы работаем практически целый год. Увидеть лайнер «Сильвер Клод» архангелогородцы смогут сегодня до 23 часов. Судно отправится в Мурманскую область. Продолжит выпуск новостной дайджест. Куротко о главном. В Архангельске состоялся митинг, посвященный Дню памяти бывшего ректора ПГУ Владимира Николаевича Булатова. Исполнилось 7 лет со дня его ухода из жизни. На митинге были возложены цветы к мемориальной доске Владимира Булатова. Владимир Николаевич Булатов работал в Поморском государственном университете с 1981 года, пройдя путь от старшего преподавателя кафедры до ректора. Более 20 тысяч детей отдохнули в лагерях Архангельской области за первую смену. На первую и вторую смену в детские лагеря за пределами области выехало более 5 тысяч человек. На вторую смену в Архангельской области запланирована работа 64 лагерей. Завершил свою работу танцевальный лагерь «Стрит-стайл» Архангельского городского культурного центра. В течение пяти дней 78 участников из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котловского и Мизенского районов Архангельской области учились современным танцевальным направлением от сильнейших тренеров и занимались на обучающих тренингах. В минувшие выходные в парке аттракционов «Потешный двор» летний танцевальный лагерь «Стрит-стайл» Архангельского городского культурного центра порадовал жителей и гостей города своим творчеством. Культурно-экологический фестиваль «Тайбала» стартует уже на этой неделе. В течение трех дней с 11 по 13 июля участников ждет широкая культурная программа и масса положительных впечатлений. Все подробности в следующем сюжете. Небольшой остров Малая Товра Холмогорского района совсем скоро превратится в настоящий город со своим населением и особыми правилами – город «Тайбала». Кстати, выбор места проведения фестиваля не случайен. Остановились на Холмогорском, потому что, несмотря на то, что это все-таки остров, достаточно простая логистика и тепло по сравнению с Белым морем. Ну и широченные песчаные пляжи порядка 2-3 километров в длину и 200 метров в ширину. Обустройство фестивального пространства выполнено на 60%. Без помощи волонтеров здесь не обошлось. Сейчас в лагере насчитывается от 50 до 70 человек. То есть, достаточно количества людей, добровольцев, которые из подручных материалов, из тех пивоматериалов, которые мы туда завезли, строят арт-объекты, в том числе и сцены. Музыкальные, спортивные, литературные площадки, конкурсы арт-объектов – праздник будет интересен всем от мала до велика. «Тайбала» – это путь. Путь через тайгу, болото и пески. За три фестивальных дня все творческие площадки обойти будет невозможно. А это значит, что у участников есть повод вернуться сюда вновь и сделать фестиваль самым главным событием лета. Инга Швецова, Ольга Красулина, Панорама Севера. В Котласе завершена вторая летняя Академия музыки. В Школе искусств «Гамма» состоялся большой концерт с участием именитых российских солистов и дирижера Архангельского камерного оркестра. Приглашенные на Академию музыки профессора не учат молодежь играть на инструментах. Они показывают, как нужно правильно исполнять произведение с академической точностью. Демонстрируют еще совсем юным музыкантам высший уровень владения инструментом, чтобы молодежь понимала, к чему им нужно стремиться. Преподавательский состав «Гаммы» и приезжие педагоги также стараются не упустить ни одного совета профессоров. Понимаешь, вот не такая плотная связь. У Моцарта всегда воздух в штрихе, понимаешь, он всегда легче. Мастер-классы в Школе искусства на протяжении последней недели шли каждый день параллельно друг к другу и сильно отличались по формату. Например, если Сергей Главацких комментировал буквально каждую ноту произведения, учил играть грамотно, тонко, то в классе скрипки Степана Мельтоняна все было по-другому. Неформальные общения, шутки и прицел не на музыку, а на правильное положение рук, ног, тела. Играть очень естественно на скрипке сравнительно сложно. Вот моя задача чистить исполнительский аппарат, и тогда появляется красивый звук. Еще, если подсказать немножечко фразировку, ребенок начинает сам себя выражать. Подобные проекты, как летняя Академия музыки в Котласе, направлены на возрождение интереса классической музыки. Котласскую программу Академии приезжие профессора сравнивают со столичной. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат, важных событий Архангельска. 8 июля на телеканале ПС смотрите в прямом эфире трансляцию праздника, посвященному Дню любви, семье и верности, который состоится у памятника святым Петру и Февронии. В программе мероприятия парад колясок и подведение итогов городского конкурса детских колясок «Мое первое авто». Обрядовые действия с парами молодоженов, чествование золотых юбиляров семейной жизни и, конечно, традиционный гала-концерт. Праздничное настроение создают лучшие творческие коллективы Архангельска. Начало праздника в 18 часов. Видеозаписи концертов вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». В минувшие выходные в Поморье прошел необычный веломарафон. Любители путешествий из велоклуба М8 совершили пробег по маршруту Вельск-Архангельск. На финише покорителей дорог встречала наша съемочная группа. 5 июля 15 смельчаков, в том числе одна девушка, отправились в дорогу. За два дня участникам веломарафона удалось покорить почти 600 километров от Вельска до Архангельска. По пути велосипедисты посетили исторические места – Двинской Березник и Исийский монастырь. Познакомились с историей и архитектурой Русского Севера. Маршрут организаторы велопробега выбрали не случайно. За последние два года этот участок федеральной трассы М8 был приведен в порядок. Ремонт осуществляли специалисты Бельского и Виноградовского филиалов, дорожной строительной компании, автодороги. Эта же компания помогла достойно провести велопробег. В этом году нам удалось скоперироваться с УПАРДОЛ к холмогорами, которые нам помогли в плане организации. И у нас получилось, я считаю, очень достойно, не хуже, чем в столичных, скажем так, клубах. В пути велосипедистов поджидали разные испытания, сильный ливень и перепады высот. Но все неприятности сгладила ровная дорога. Первым на финише веломарафона оказался Вадим Малаховский из Северодвинска. Великая радость, что все-таки я доехал без всяких приключений, жив и здоров, и еще могу что-то говорить. И все-таки это победа над собой, потому что марафон все-таки нелегко дался. Впереди у любителей скорости из велоклуба М8 новые маршруты. Через две недели команда преодолеет 1200 километров по маршруту Котлас-Плесецк. Августа Филатова, Константин Рудаков, Сергей Минин. Панорама Севера. Далее о курсе валют. По данным Центробанка на 8 июля доллар США 34 рубля 60 копеек. Евро 46 рублей 94 копейки. Это была информационная программа «Панорама Севера». В студии работала Элита Гончарова. Всего вам самого доброго и до встречи. 8 июля в Вельске температура воздуха плюс 22 градуса. В Мирном пасмурно от 20 до 22 выше нуля. В Котласе ясно плюс 19, 23. В Новодвинске ясно без осадков плюс 23 градуса. В Архангельске 8 июля без осадков ночью от 4 до 8 тепла, днем до 23 выше нуля. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова